И вот когда мне говорят, что у вас великостаточный райский климат, вот глядите, я не могу высунуться, потому что сразу зальет. Вот это и есть райский климат. Град барабанит по этому, по стеклу. Видели? Вот так вот. Ну что, последний кусочек снимем уже дома, в тепле. Последний маленький сюжетик для этого фильма. Глядя окно, кто бы поверил, что два дня назад здесь была зима, здесь было все бело, причем закрыто было не снегом, а закрыто было 0-1, было все это толстым слоем града. Побило машины, повыворачивало много деревьев, показывали все потом по телевизору. Я был в деревне, и там град коснулся краешком, мелкий совершенно даже цветы не повредил, а здесь, в окрестностях города, все превратилось в месиво. Это я к вопросу, в каком раю я живу. Первый рай я показывал в предыдущем фильме, когда зима вернулась в мае, и все было по-настоящему бело, и снега по колено. Там прям невероятная картина, вспоминайте. А теперь я заканчиваю. Почему? Это попутно, это как бы, я все рассказываю в режиме реального времени. Посмотрите сюда. Заканчивается со вчерашнего дня, так, какой сегодня число-то, 18 или 19, опять не помню. А по времени можно утащить, знаю, что сегодня у нас пятница. Вот, и мы имеем, что? Вот, все, это готово к выбросу. Уже банка достанута из холодильника, уже даже высохла. Вот, и вот это все, что вы не захотели у меня, друзья, купить. Знаете, как это называется? Это называется слева желто-розовая, которая почему-то была самая непопулярная. Смотрите, время ушло. Фактически вторая половина мая высылать поздно, садить поздно. Любуйтесь, эта банка еще не распасована, это было распасовано. Вот, вон они, все. Все, 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 все. Все просло. Вот. Видите, все на выброс. Так, теперь, два слова. Два человека написали. А, все равно выбросьте, пришлите нам. Хватило бы хотя бы деликатности написать за пол цены. Конечно, бы вышел. Тем более, это вещи уникальные. Вот. Это у меня... Столько. А, яблоняно-левно-евральское. Видите, торчит корень. Тоже переждали свое время. Они не нужны никому. Знаете, почему? Нас победили не торговцы, а торгаши. Они теперь рисуют на плакатах, заметьте, яблоки. Уже не натурально увеличиваю. Допустим, яблоко с кулаком. Ну, и такое нарисую или сфотографирую. Нет, они увеличили до размеров... Это давит на псих, до размеров футбольного мяча. Вот человек идет, а там на фотографии яблоко размером с футбольный мяч. Зачем? А чтобы его купили. И вот все покупают. Все это будет мертво. Половина до зимы, этим же летом. Половина не проснется. И отдельный случай, когда доживет до зимы, все это замерзнет. Сами знаете, почему? Уже надоело говорить. А вот это полукультурки, видите? Яблони в райсконаливной. Вот эти полукультурки замечательные, вкуснейшие. Они никому стали не нужны. Я только одну. Смотрите, смотрите, дольше. А они проснулись, я их выброшу. Еще показать. Проснулись, я их выброшу. Их время ушло. Дождался до середины мая, и никому не надо. И, наконец, переходим к летней торговле. Открываем холодильник, заглядываем, и видим абрикосы. Следующего урожая я не то, что не жду, но если будет десяток ведер, вот, и уже совсем будет мало, я уже знаю, вот таких вот роскошных абрикосов. Видите, его написано? Королевские с той стороны. Видите, какие. И вот что получается. Это прошлогодние, да? Их осталось очень мало. Там у меня еще есть в одной банке, вон там. Но они уже в смеси с другими. Вон она, сорки. Я это назвал сорки. Вот там, видите, есть королевские. Кстати, вот белое затесалось. Это мертвое. Я вам такое не вышлю. Ну, вот самое крупное. Это королевские. Чуть меньше баи, чуть меньше серафима. Это ассорти, это смесь. И все. Еще есть баночка серафима. Вот. Показываю все наличные запасы. Там у меня это с Артема. Вот все. Это весь Артем. Успевайте, друзья. А вон там через эту банку я показываю, ту дальнюю банку. Видите, написано? Амур. Потому что доставать трудно. Они тут заклинины. Их плотно сидят. Вот. А вот он Ажердель, Смелитополь. У меня, правда, много. Это не последняя банка, а предпоследняя. Сейчас идет спор с питерцами. Будут там это. И все-таки абрикосы рано или поздно все сгниют. Вот. Попробуйте с Херсонской области. Такая же невероятная сырость. А еще попробуйте вот эти вот. Вот сыновья манчжорцев. Вот один. Видите? Вот. А ну-ка, где? А вот Патриарх. Ага. Это резерв. Это действительно. Это чудо. Это сказка. А у них морозостойкость. Это предельно. А еще и... По крайней мере, у части из них. У них же папа разная. Вот. Вот даже у этих. Я пишу Патриарх. Дерево Патриарх. Ну, что толку пишу. У них же папа разная культурная. Это же уже потомки. И я не могу предсказать сопротивление к сырости. То есть здесь метод идет метод тыка. А как этот метод тыка? Мы сейчас покажем вам баночку под названием ассорти номер два. А там уже... Куда же ты делаешь у меня? А! Ассорти номер два. Вот она. Видите? И вот, кстати, опять попалась белая. Это мертвая. Просто переборки не было с осени. А мертвела, значит, побелела. Это тоже отбор идет. И она не одна. Там таких десяток найду. Это чтобы вы знали, что белый мертвый, когда побелеет. Так вот ассорти номер два. Вот. И здесь получается так, что в этом ассорти снецких деревьев преимущества какие имеют. Смотрите. Номер три, номер четыре. И плюс еще соседние деревья, которые почти случайно сюда попали. Вот здесь велика вероятность, что попадутся устойчивые к сырости. А дальше метод ЭКО пробуйте. Не хотите, не пробуйте. Дело ваше. Ассорти крупные. А, я вам уже рассказывал. А еще абрикос Серафим. Вторая банка. Вот одно из главных богатств. Вот. Они созревают попозже. Это огромный плюс, чтобы не попасть под замерзок. Вот поняли, да? Теперь. Что еще? Вот еще баночка жердели. Последние мои запасы. Вот еще ассорти крупные. Номер один. И еще в этой банке подпись богу. Ладно, не буду вам показывать. Вот. Ну, еще кое-что есть по мелочам. Так. Вот. И еще у меня есть вишни. Войлочные вишни. Это в другом месте хранятся. Вишни. Это тоже сухие вишни войлочные. Вишни. Господи эти самые. Сибирские штамповые. Так. Ну, груши. Вот они. Так. Теперь. Что-то еще у меня. А. Слива ассорти. Также смесь крупноплодных, мелкоплодных. И у меня есть еще слива уссурийская желтая. Все. Вот это все запасы на лето. Сливы будут ранетки. Будут со следующего урожая. Ну, надеюсь, что этот грант был последний. Так. Что еще? Будут у меня так ранетки будут. Сливы будут. Вишни будут. Черешни так мало только покушать. Персики будут. Но первые 20-30 человек купят. На этом персики закончатся. Это все-таки баловство. И выращивать промышленным способом, извините, это значит умереть с голода. Поэтому персиков это десяток деревьев для баловства. То урожая побольше, то меньше. Вот что есть, то есть. Это так. Вот. Излишки продаю, но их не так много. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...